Проблема дорог в частном секторе остро стоит в городах по всей России. Так и в Канаше улицы Энгельс они видела ремонт уже несколько лет. Только вот перед выходом сапоги помыла, опять все грязные, например. Улица эта не сельская, а самая настоящая городская. Находится на окраине Канаша, правда в частном секторе. Конечно, это не приговор, но оказывается бывает и так. Такси не заезжает, то что тут грязь. Зимой так вообще тут и снег еле-еле как чистят. Да, вот снег вообще плохо чистят. По колену тоже снега пройти невозможно. Да и сейчас осенью лужам радуются, пожалуй, только собаки. А жители пытаются понемногу справиться с разрухой рядом с домом. Со свалки, вот тележка ввожу, кирпичный бой, бетонный бой, куалды разбиваю. Какой-то вид был, можно было хоть ступить. Когда-то лет 30 назад асфальт здесь был, вспоминают жители. Однако во время активной частной застройки грузовые машины разбили дорогу. Мои родители здесь проживают уже около 30 лет. Но, сколько я помню, ни разу здесь не проводились ямочные работы. Мы неоднократно обращались и к администрацию города, обращались также и к президенту. Но до сих пор наша проблема не решена. В администрации подтвердили, жалобы были, дорога находится на балансе города. Но в план ремонта на 2020 год улица Энгельса не вошла. Будут обновлять проезжую часть на Ленина, Карла Маркса, сейчас делают асфальт на улице Фрунзе. Во-первых, инструментальная оценка производится по всем дорогам. Во-вторых, по степени изношенности проезжей части и значимости дороги, то есть движения общественного транспорта и так далее. Регулярное содержание этой дороги мы текущий, скажем, текущий ремонт производим. Если в следующем году будут дополнительно выделены средства, то мы, естественно, изучим возможности по ремонту. В процесс распределения бюджетных средств могут включиться жители. Например, для этого создана программа инициативного бюджетирования. Это когда часть вкладывают жители, а остальные деньги выделяет государство. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.